Вот такая идея. Ну что ж, продолжим. Так, чтобы у нас было очень удобнее было. Я сейчас подставлю такую вставочку. И продолжим. Может быть, я даже не ту иголку использую для таких мелких деталей. Не знаю. Видите, получается много таких ворсинок. Может быть, не то качество шерсти. Ну, ничего. Навыки и знания придут с опытом. Главное делать, двигаться. Сейчас попробую все-таки уточнить этот носик. Что у нас тут было? оттуда выходила струя воска вот так сюда на поверхность. Вот так даже очень интересно она выходила. вот этот ворс. Вот интересно как же его спрятать. Где-то я когда-то видела, что мастера, чтобы уже не обваливать этот ворс, срезают его просто. а я, наверное, ну вот немножко если его смочить и попробовать все-таки закатать его сюда в изделие. чуть-чуть иголочка не насквозь, а так чуть-чуть поверху вкалывая, чтобы он только-только вкрепился. Может быть, получится. не плоская получилась, надо немножко как бы скруглить. Легонечко касаясь. иголку надо меньше брать для таких целей. Для более мелких, мелкой проработки деталей. Вернее, для проработки более мелких деталей. Ну, попробую пока так, потому что у меня кажется иголки одного размера. А, вот тут вроде потоньше есть. А это какой размер? Так. это 005. 005. Это не знаю. Ну, смотри, сейчас проверим. Так, может быть, на глаз хотела. Ну, мне кажется, что вот эта верхняя, она более тоненькая, чем эта. Сейчас попробую завалять завалять ею. Что получится. Получается. Ну, вот так еще мастера берут так между пальцами. и очень мелкие детали в пальцах. Мне кажется, она даже по ощущениям тоньше, мягче заходит. мне кажется, она заравнивает. снять у меня без надписи. не знаю. А вот номер 40 тонкий. О! Номер 40 тонкий. Вот сюда надо было смотреть. Ладно, будем знать. Уже когда поработаешь, тогда, конечно, начинаешь толк этот понимать. Чувствовать и иглу, и шерсть. Она же тоже разной фактуры бывает. Кажется, она все-таки тоньше. идет идущий. Здорово. Мне нравится. И получается объем в этой капельке. Получается, она уже не такая плоская. Если в руках, вот, можно ее сделать. Конечно, эти наперсточки это просто чудо. Спасают мои пальчики от укусов. Это иглы. О! Как здорово. если вот так укорачивается. Конечно, я в очередной раз прошу прощения за мой антиманикюрный вот такой вот вид пальцев, потому что вчера занималась заготовкой ирисов. То есть выкопали. Немного ирисов разрослось. Клубни выкопали, перебрала их. Перемыла, перебрала, очистила от мелких корней, от грязи. и основное мясо ирисовое порезали и в сушилке высушили. Говорят, что это очень классная приправа для выпечки, для всяких настоек, для блюд разнообразных и овощных, и мясных, и рыбных, что очень дает интересный привкус запах и главное пользу. Оказывается, ирис содержит в себе клубни ирисов. Ну и цветки. Я из цветков летом вообще варенье варила из цветов ирисов. Кто подписан на мои странички в ютубе, наверное, знают, видели видео, где мы собирали и готовили варенье из ирисов, из цветков. Сейчас я сделала приправу. Ну вот, поэтому у меня и руки такие не отмываются ничем, даже отбеливателем. А ждать 2-3 дня, пока они отмоются, вымоются, и пока будет красивый маникюр, мне что-то не очень хочется. Я думаю, кому не понравится, тот просто выключит и не будет смотреть это видео. А кого заинтересует, я думаю, мой маникюр не испугает. Вот. Так, смотрите, мы, вернее, я сделала примерное подобие струи, как бы восковой, которая вот так вот стекала. Большая была струя, это поменьше, это такая. И они образовали форму носа нашей свечи. Вот. Где-то так, пока приваляю, пока чуть-чуть. так вот перекреплю и посмотрю, так как она будет так. Надо ши. Привалять более-менее вот чуть-чуть приваляю. Так. Это основное пойдет у нас. Это у нас вот так вот. Можно будет завалять. Так. Это более мелко, это более крупный. Возьмем его. Тут надо утончать. утончать. Вот так. Здесь надо уменьшить объем верхней части носа. Завалять. и свистеть его прямо вот в такую тоненькую струечку. нет, это сюда пока. Мы оформляем эту часть. поворачиваем. поворачиваем. Оформляем с этой стороны. Сейчас. Пальчик поменять. Тут пальчик не защищен. Но я его подставила. Ух. Рисковала. Проколоть насквозь такой иголкой это очень больно. Она же с зазубринами, как рыбный крючок для ловли рыбы. Она же там с обратными зазубринами. Очень такая опасная вещь. Так, можно немножко смочить и вот так вот чуть-чуть прикатать. Завалять эти мелкие ворсинки. Вот так. Так. И можно даже, наверное, уже теперь... Можно и к руке чуть-чуть привалять. Так. И где наша основа? Сейчас посмотрим по размеру, как она... Где у нас будет нос? Это обратная нам будет сторона. Вот тут она будет... Так вот, получается, стекать. Отсюда носик будет стекать, проявляться здесь. Так вот, с этой высоты. Надо его немножко повыше. Значит, все-таки выше немножко надо высоту сделать. Большую сейчас. Сейчас еще привалять здесь по высоте. Вот так. Вот так. пока несколькими стежками потом образуется примерим нос большой получился и куда его примастить по идее надо наверное еще просто его вот здесь когда мы будем делать складки его же форма соберется под поднимется и уменьшится укоротиться носик поэтому надо сейчас еще потыкать чтобы так здесь вот это вот так сюда надо завести сюда и валять таким образом вот таким образом воск стекал образовал нам форму носа здесь еще вот такую складку мы будем делать насквозь прокалывать и таким образом шерсть будет более уминаться и сам нос будет укорачиваться а сзади что получилось идти как сзади мы просто потом чуть-чуть легонечко просто заровняем чуть-чуть потому что она все равно будет привалиться потом к основной к основной части где еще будет где будут у нас губы я еще не знаю может здесь вот еще вот так вот будет нос где у нас будут губы и глаза носик носик здесь надо уплотнить таким образом искривиться и еще укоротиться вот как он проявится у нас в эту сторону пошел очень интересное занятие очень интересно казалось бы ты чешишь ты чешишь а как получается прикольно так еще кончик носа надо закруглить увлотнить загладить нос получился отдельно живущая деталь ой как у гоголя нос надо перечитать давно я читал еще еще детстве в школе в институте ну в общем то да для меня это казалось таким маразмом ну как-то нос гуляет по городу ходит ну это вообще было для меня непонятно а сейчас надо с новой точки зрения это все перечитать может даже какую-то идею там выловить ой так сейчас пойду поищу была у меня книга натуральная но сейчас в связи с переездом где-то она осталась в моем бывшем доме а сейчас надо хоть в интернете поискать там и то это послушаю для вдохновение точно надо почитать гоголя может он даст понимать так 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 вот здесь надо проявить складку под коричневыми ниточками ниточками проявить эту складочку и чем больше я сюда тыкаю тем более уменьшается размер носика наверно пока я сделаю все складки он станет двое меньше что он что мне и нужно потому что основа конечно не для такого большого носа я надо уплотнить уточнить складку получается что нос уплотняется и появляется у него такой рельеф 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 рельеф